День после Рождества Следовательно, речь идет не о мелкой мести жалкого неудачника, но о системных действиях все еще очень сильной и влиятельной группы глобалистов, представляющей примерно половину американской расколотой элиты. День после Рождества 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 Администрации Обамы практически ничего не надо организовывать. Свержение Порошенко было готово еще в 2014 году. Но тогда США ошибочно считали дестабилизацию Украины невыгодной для себя. Затем, когда Америка прекратила активное вмешательство во внутриукраинскую борьбу за власть, продолжала действовать сила инерции. В условиях отсутствия однозначного сигнала из Вашингтона украинские политики предпочитали не рисковать. Сейчас подать сигнал заинтересованным людям несложно, и доказать ангажированность администрации в эту провокацию будет невозможно. В таких случаях письменные приказы не отдаются, улик не остается. Рискнут ли глобалисты на еще одну провокацию? Не исключено. Ведь если запустить процесс в ближайшие дни, то реализован переворот будет уже при Трампе. Формально отвечать за него будет он. Последствия переворота – еще более отдаленная проблема. Задача создать максимально сложную и запутанную ситуацию решается. Большое количество задействованных игроков – Россия, США, ЕС и все более бесконтрольные украинские боевики – ограничивает возможность Трампа разрешить проблему одним волевым решением. Потенциальные проблемы России и ЕС, которые создает подобный кризис, усилят позиции тех сил в американском истеблишменте, которые будут требовать продолжения политики давления на Москву, официально мотивируя это вмешательством Кремля в дела Украины, а не официально указывая на то, что украинский кризис наконец достиг той стадии, когда он должен будет связать российские ресурсы и позволить США побороться за разворот ситуации в глобальной игре в свою пользу. Таким образом, критически опасный период наступает для Порошенко сразу после Рождества, с учетом раскачки после Старого Нового Года, и длиться он будет где-то до середины конца февраля. Чем быстрее Трамп сформирует команду и приступит к активным действиям, тем короче будет опасный период. Если в этот период Порошенко не будет свергнут, то по мере приближения лета ситуация будет для него улучшаться. Уже с конца марта, начало апреля, крестьяне сосредоточатся на полевых работах. С мая народ начнет задумываться о летнем отдыхе, а со стартом летних каникул большинство займется детьми, дачами, поездками. Кроме того, в теплое время года проблем меньше, овощи и фрукты дешевеют, а стоимость коммуналки сокращается, не надо платить за отопление. Наконец, потенциальные организаторы переворота тоже люди и не желают портить себе отпуск. Так что если Петр Алексеевич доживет до мая, то у него появится хороший шанс дожить до октября-ноября 2017 года. Но еще раз повторю, самые опасные 6-7 недель у него начались уже и закончатся только в конце февраля. Именно в это время должен сработать механизм переворота, если он запущен или будет запущен Обамой до ухода с поста. Пока что единственный фактор, играющий в пользу Порошенко, трусливость украинской элиты. Политики, которые получат сигналы из США, могут просто сделать вид, что не поняли его. Ведь они-то уже начали переориентацию с Обамы Клинтона на Трампа. Впрочем, думаю, что в Вашингтоне не знают, с кем надо общаться, чтобы не возникло недопонимания. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для актуальных комментариев. Продолжение следует...